Я сейчас собираюсь много гулять, большую прогулку сделаю, так что кто со мной не отключайтесь, досмотрите видео до конца. Почему-то все обычно говорят, что снег мешает ходить, то что он мешает машинам двигаться, это я понимаю, а ходить он не мешает. Что мне теперь повеситься что ли, что еще передо мной такое случилось, что мне теперь делать, покраснеть и заплакать что ли, а, или обзавидоваться, что мне делать. Я сейчас иду в магазин, что-то среди между магазином и базаром, хочу купить зерна какао себе найду. Слышал, в интернете что такие есть, кушаются как орешки. А тут магазин, как бы он сравнительно, недавно открылся и там всякая такая интересная экзотика есть, специи. Сегодня правда суббота, я не знаю, что там работает в нем, там не все дела работают. Когда-то я в субботу не работал и в воскресенье, а когда-то работал в воскресенье, в субботу отдыхал, но никогда я не работал и субботу и воскресенье. Сука, мне стыдно, мне чешется кое-где, приходится чесать. Если я захочу совсем длинные такие видео записывать, мне придется карточку еще вставлять, карту памяти в телефон вставлять. Телефон. Я что, похоже на... Это не телефон, у меня я вообще не пользуюсь как телефоном. Я им пользуюсь только для интернета и для записи видео и для фото. Ну и для много чего еще, но только не для телефона. С другой стороны, если у меня будет мобильный интернет, он мне будет стоить денег, но я смогу прямые трансляции записывать с улицы, вести. Когда я буду уверен, что они мне будут приносить что-то, тогда я и буду их делать по мобильному интернету. Так я руку поменял, если вдруг кто-то что-то не говорил в этот момент, я не слышал. Так тут есть строительный магазин, мне, кстати, наждачная бумага нужна. Я думаю, 40-я есть и 600-я, вот мне нужна средняя. Сейчас зайду, спрошу, что ли. Материал сантехники, магазин сантехники и строительных материалов тоже. Все, я сейчас... Так, ну, бумагу, бумагу наждачную уже купил. Зернистостью 100. А может, надо было 150 взять, 200? Что-то, мне кажется, она крупноватая у меня. Там у меня 40, это... Мать. Короче, как сделал, так и сделал, посмотрим уже. Смотрю, где мне перейти эту дорогу. Выведем на светофор, что ли? Зерна какао, сейчас мне скажут... Сейчас мне... Я спрошу, есть ли у вас зерна какао? Они мне сейчас скажут, что-то... Начинают меня, как будто я дебильный вопрос задаю. Ничего, я им отвечу, если я не буду со мной так разговаривать. По большому счету, мне вообще плевать, кто из нас продавец и кто покупатель. Просто если я со мной так разговариваю... Зеленый свет давно уже переключился, нет, я подожду лучше. Если со мной так разговаривать, как будто я задал глупый вопрос. Нет, я спрашиваю, как покупатель. Не как покупатель, а просто как человек, который знает меньше, спрашивает того, кто знает больше. Допустим, я задаю какой-то вопрос, который им кажется странным. Пусть они так ответят, как объяснят мне нормально. Они показывают, что мне должно быть стыдно за свой вопрос. Я уже не говорил о том, что я покупатель. Они продавцы. Я об этом уже не говорю и не собираюсь говорить. Просто спрашиваю, нельзя нормально ответить. Спокойно, нельзя ответить без этих возмущений. Что-то у меня уже голова болит начинает. Ну что, теперь у меня поверхности будут лучшего качества, которые я обрабатываю фанерный. И лак будет лучше ложиться. Продолжать мне рисовать эти картины настольные. Сегодня мне очень хочется дойти до центра и постоять там, посмотреть, посмотреть, что происходит на этом базарчике. Вот я сейчас в этом чайно-кофейном. Скажите, а есть у вас зерна какао? Говорят, что нету. Нет зверен какао у них. Хорошо, хоть спокойно ответили. Это я оценил, кстати. Тут еще где-то специи должны дать. Вот специи, по-моему, были закрыты. По субботам. Это Сакура, смотрю, экзотика. Сакура на вишню, похоже. Скажите, а у вас есть какао в зерна? Здесь тоже нет, спросил только что. Ну орехи, блин, дорогие. Арахис нормальный, 163 килограмм. А остальные... В 5-10 раз дороже. Вроде как нет больше здесь этих отделов со специями. В общем, обошел я весь этот магазин. Нету здесь какао зерна. Ну нет и нет. Хорошо, хоть вежливо отвечали. Так, уже смотрю, сумерки начинаются. Ну, пойду я до центра уже или не пойду. Если я буду туда ехать, торговать, то точно не в это время. Это время-то пробочное. Я буду ехать туда часа в 2, в час лучше. Это что за незнакомый номер мне звонит уже 2 недели? Какой-то незнакомый номер ни с моего города. 2 недели мне уже названивает короткими звонками. Что он добивается? Меня развести все равно невозможно. Обманным путем. Достал уже. Пусть мне лучше покупатель звонит. Ну, если я буду в час ехать в центр, то домой я буду ехать. Тоже не хочу в пробочное время. Я не знаю, кто там, кто-то бонус. Я буду ехать домой, чтобы в 8 вечера, что ли. Когда кончается пробочное время? В 8 вечера, 9 когда? И ехать. Утром не раним. Он жил что бы не знал. Утром Не занял. Утром не занял. Утром не станет. Утром не занял. Утром не занял. скоро старый новый год этот потом до 14 февраля 23 февраля поехать мне что-нибудь туда потому что у меня Можно подумать, что так тяжело ходить по этому снегу. Все, я передумал, сегодня не хочу туда ехать и идти. Продолжение следует...